Нужно ли общаться с девушкой после того, как отношения закончились? Какое может быть это общение? Если хочешь, только если ты хочешь общаться, общайся, но я знаю, что будет заранее. Если она тебя все еще любит, это будет фигня. А если нет, такое бывает редко после нашей темы, то есть телки все нас все-таки любят, продолжают любить нас. И если она тебя все еще любит, это будет самый жесткий хейтер. Вот понимаете, не бывает после любви с женщиной, реально, если женщина реально тебя любит, не бывает такого, что женщина тебя просто отстала и такая, у меня все хорошо. Ни хера. Это была не любовь. Если у тебя была любовь настоящая, ее штырило и колбасило там и так далее, реально она была в тебя влюблена как женщина. А когда женщина влюбляется в мужчину, следующий шаг, это она хочет им обладать. Она хочет, чтобы он был мой и только мой. И тут надо невероятное просто над собой усилие делать женщине для того, чтобы вести и выстроить с мужчиной коммуникацию нормальную. Если она будет это делать, то все будет хорошо. Но чаще всего, ведь мы же знаем, что они этого не делают. Вот если бы она ко мне пришла и сказала, Алекс, помоги мне с этим парнем, с моим любимым, мы с ним расстались, остаться в нормальных отношениях. Я бы ее проконсультировал, она бы осталась с тобой в нормальных отношениях. Я бы сказал, что ни в коем случае нельзя делать. И так далее. Если любой грамотный тоже психотерапевт там точно так же может сделать, он может проконсультировать девушку, чтобы они выстроили отношения свои после расставания правильные, достойные. Но ведь у нас люди не любят услуги психотерапевтов, правильно? И у нас психотерапия это не так развита, как в других странах, где это принято, где это культура, ходить к психотерапевтам и модераторам отношений. Там есть еще такие понятия, модератор отношений, терапия пары, капл терапии и так далее. Но у нас такого нет. Поэтому у нас все очень плохо с этим. И как правило, женщины начинают после того, как они тебя сказочно очень сильно любили, очень сильно, сходили по тебе с ума, после этого начинают тебе срать. И я хочу сказать, что Америка не исключение. Сейчас происходит невероятное просто. Каждый день я смотрю этот невероятный, классный, бракоразводный процесс. Но это уже не бракоразводный процесс, они уже развелись. Но отличная просто тема. Джонни Депп. Every day. Утро у меня начинается с Джонни Деппа. Я утро просыпаюсь, включаю YouTube, открываю Джонни Деппа. Джонни Депп сидит в суде. Джонни Депп сидит и угорает там в суде просто. И Амбер сидит, она просто истеричка. Она конченая истеричка. Как Джонни выдержал с ней, просто для меня это загадка. Я слушаю этот процесс, я спрашиваю, Джонни, почему ты всю эту хуйню терпел все это время? Зачем ты терпел все это говно? Потому что у меня бы она вылетела бы из моего дома за 1% от того, что там. 1% просто. Понимаете, есть такая штука. Есть грань. Грань. Граница. Ты держишь границу. Девушка. Ты дал ей? Там, оказывается, она дальше пойдет. Там просто жесть конченая. И вот сейчас Джонни общается со своей бывшей. Вот как раз вопрос. Нужно ли общаться с девушкой после того, как отношения закончились? Вот так вот Джонни общается со своей бывшей. Посмотрите внимательно на то, как Джонни общается со своей бывшей в суде. Это очень смешно. И какое это может быть общение? Человек задает вопрос, цитирую, нужно ли общаться с девушкой после того, как отношения закончились. Какое это может быть общение? Вот такое может быть общение. Джонни Дэп, everyday. Проснулся и посмотрел. Сейчас Джонни разматывает эту Амбер в суде. Это очень увлекательно смотреть. Это будет первый прецедент вообще в истории. Это очень важный процесс. Первый прецедент в истории, когда мужик размотал телку в суде в американском. Зато за ее весь неадекват. Так.